Официальные партнеры программы «Новости дня». Сеть салонов «Видеоптика плюс». Компания «Линия неба». На ТВ-коме информационная программа «Новости дня». О том, что произошло в нашем городе сегодня, расскажу вам я, Мария Латышева и корреспонденты ТВ-кома. И вот, что ждет вас в выпуске. Я нахожусь на подстанции. Видно низовой пожар. Дым уходит от станции, от поселка. Мощный пожар на севере Бурятии. Его тушили более 150 человек. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик с травмами бил в госпитализированное медицинское учреждение. В Улан-Удэ подросток на мотоцикле сбил ребенка. Подробности всех ЧП в горячей линии. «Я ожидаю, что эта смена будет очень веселой, насыщенной». В лагере «Огонек» открылась первая военно-патриотическая смена. Лед тронулся и сейчас вот эти объекты, они ушли у нас из реестра проблемных объектов. К концу года в Бурятии не будет ни одного долгостроя, обещают в Министерстве строительства и ЖКХ Республики. Мощный пожар на севере Бурятии. Его тушили более 150 человек. С возгоранием возле Токсиму боролись двое суток. Об обстановке в Муйском районе сейчас наш следующий репортаж. Страшный лесной пожар разбушевался в Муйском районе в воскресенье. Очаг обнаружили днем примерно в двух километрах от районного центра поселка Токсиму. Я нахожусь на подстанции. Видно низовой пожар. Дым уходит от станции, от поселка туда вглубь. Слышно, как работает техника. С огнем боролись с тречными палами и прокладкой минерализованных полос. Со стихией сражались всю ночь. Более 150 человек. В районе даже объявили сбор добровольцев для тушения. С пожарными десантниками в Токсиму вылетел глава Бурятии. Пожар еще действует. Ветер усилился. Но со стороны Северомуйска к нам идет дождь. Это видно. Уже не вооруженным планом. Мы очень на него все радеемся. Скорее, он пришел и затушил. Вот это все. Дождь действительно помог. Ситуация стабилизировалась. И стихия поселку не угрожает. Всю ночь люди стояли, боролись с пожаром. Сдержали его подступы к населенному пункту. Сдержали. Надо сказать спасибо всем, кто всю ночь не спал. Более 100 человек боролись с пожаром. Сейчас ситуация попроще. И есть уже понимание, как дальше бороться. Предварительная причина пожара – человеческий фактор. В качестве одной из версий рассматривается поджог. Но что именно вызвало возгорание, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. В Улан-Удэе в одном из кафе произошло убийство. Также в столице Бурятии подросток на мотоцикле сбил ребенка. Подробности этого и других происшествий расскажем в нашей постоянной рубрике «Горячая линия ТВ-кома». Андрей Слепнев продолжит. По информации следственного комитета, пьяный молодой человек поссорился и подрался с одним из посетителей кафе. В ходе потасовки он схватил нож и нанес им удары в грудь и живот противника. Потерпевший скончался на месте. Нападавший скрылся, но вскоре был задержан. Свою вину он признал. Другим происшествием. В Улан-Удэ подросток на мотоцикле сбил ребенка. Все произошло по улице Золотая, в СНТ «Металист». В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Уважаемые родители, помните, что несовершеннолетние не до конца правильно оценивают дорожную ситуацию. Исключите возможность доступа детей к ключам от любых транспортных средств. Запретите управление мототехникой без соответствующего на то законного права и навыков вождения. Ваш контроль – залог их безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Движемся далее. В Улан-Удэ девушка выпала с балкона третьего этажа. Все произошло на улице Мадагоева. По словам очевидцев, сначала были слышны крики, а затем пострадавшая повисла на балконе. Около минуты она провела в подвешенном состоянии и рухнула вниз. В Акинском районе вновь приостановлено транспортное движение. На этот раз недоступной стала региональная дорога Монды-Орлик. Из-за резкого повышения уровня воды в реке размыло участок на 90-м километре. На место выехали сотрудники Бурят-регион Автодора, подрядная организация, направленная техника. А это видео из Гусино-Озерска. На нем можно увидеть, как молния попала в Грессовскую трубу. К счастью, удар не нарушил ее работу. Андрей Слепнев, новости дня. Скоро домой. Двое военнослужащих из Бурятии в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО попали в плен к украинской армии. Накануне состоялся очередной обмен. Среди них оказались бойцы из нашей республики. Их доставят в госпиталь для лечения и реабилитации. Об этом сообщил Алексей Циденов. Всего удалось освободить 94 российских военных. Алло, мам, привет. Привет, сынок. Я в России, мам. Добрый, дурцы. Мы будем рады тебя слышать. Владимир Путин наградил военнослужащего из Бурятии медалью Героя России. Высшего почетного звания удостоился командир мотострелкового взвода Юрий Жуланов. На СВО наш земляк, получив ранение, смог вывести своих сослуживцев из-под обстрела, находясь под угрозой окружения. Мы подбили несколько единиц бронемашин класса «Казак». Были уничтожены 2-3 единицы пикапа. Был уничтожен при поддержке наших БМП и танков уничтожены бронемашины, БРДМ. Я точно количество не могу сказать, но один танк по информации я точно услышал, что был уничтожен при поддержке наших танков и БМП. То есть наша бронетехника отработала? Хорошо. Но у вас в вашем распоряжении были средства противотанков? Так точно были. Рабатывали, работали. Остальных бойцов президент наградил орденами мужества. Вручение прошло прямо в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Те, кто мог встать, вставали. А к остальным верховный главнокомандующий подходил, чтобы прикрепить орден к больничной рубашке и пожать руку. В Улан-Удэ прошел один из самых значимых для буддийских верующих религиозный ритуал «Жансирик». Он был направлен на поддержку наших ребят, участвующих в специальной военной операции. Подробности в следующем материале. Во время специальной военной операции немаловажную роль играют религиозные служители. Но есть наши джинсрик четыре разные. Есть белые, желтые, красные, черные. Сейчас читают черные джинсрик. Эти черные джинсрик – самая глава нашей защиты. Наши родины, наши солдаты. Все общая наша защита. Специально для проведения буддийского молебна в Бурятию были приглашены тибетские священнослужители тантрического монастыря Гьюдмед из Индии. Мы сюда приехали по приглашению наших друзей, чтобы провести молебен для поддержки участников специальной военной операции. Духовная помощь всегда важна в такое время. Для этого мы здесь и собрались. Сам молебен прошел возле центрального стадиона. На него собралось около 300 человек. Все как один молились за семьи наших военнослужащих, за здоровье наших солдат и за их успех на полях сражений. Андрей Слепнев, Евгений Павлов. Новости дня. В лагере «Огонек» открылась первая военно-патриотическая смена. Помимо обычного отдыха, дети будут заниматься патриотическим воспитанием и военно-спортивной подготовкой. Все подробности прямо сейчас. В лагере «Огонек» на первую военно-патриотическую смену съехались дети от 14 до 17 лет. Ребята не только из ОАН-УД. Есть среди них и те, кто приехал из районов. В каждой из трех смен будут отдыхать по 320 детей. Это юнормейцы, кадеты и спортсмены. Я ожидаю, что эта смена будет очень веселой, насыщенной. Наберемся опыту у наших руководителей военных. Первые два дня были прекрасны. Познакомиться с людьми, новые знакомства. Все радует. Отлично. Я хочу, чтобы все дети, которые тут, стали намного сильнее. Тут будет физическая подготовка, все научатся собирать, разбирать автоматы, станут еще патриотичнее. По поручению правительства страны в ряде регионов, в том числе в Бурятии, в летнюю оздоровительную кампанию открываются военно-патриотические смены. В нашей республике такой площадкой стал лагерь «Огонек». Теорию и практику по военной подготовке здесь проводят инструктора из недавно созданного Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Желаю вам, дорогие курсанты, прилежно пройти курсы и приобрести все необходимые навыки, которые пригодятся для вас в будущем. Для защиты нашей Родины, с оружием в руках. Вы здесь ознакомитесь с основами военного дела, военной подготовки. Самое главное, вы подружитесь, будете сплоченным коллективом и получите заряд энергии и отдохнете. Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия. Вперед, ребята! Сегодня важный день, ответственный день. Впервые в истории города Улан-Удэ мы открываем патриотические смены. Дорогие ребята, вас можно уже назвать большой армией. Я как мэр города Улан-Удэ докладываю вам. 5 тысяч юноармейцев учатся в наших 23 школах, а еще в 9 школах есть 19 кадетских классов. Вот сколько нас много. Дорогие друзья, у вас сегодня большая ответственность – быть первыми. И глядя на ваши такие юные, но уже спокойные и уверенные лица, меня берет гордость за нашу страну, за наше будущее, за будущее Бурятии Улан-Удэ. За смену в лагере ребята будут заниматься тактической, медицинской и физической подготовкой. А главное – укрепят свой дух и здоровье. Андрей Слепнев, Жаргал Церендашиев. Новости дня. Со следующего года в России летним отдыхом полностью будет заниматься Министерство образования и науки. Сейчас эта отрасль также подведомственна и Министерству спорта. На данный момент в Бурятии действует 423 организации летнего отдыха. Это лагеря дневного пребывания, стационарные, санаторно-оздоровительные, палаточные и не только. Общий охват детей свыше 37 тысяч. К сожалению, это всего лишь 26% от общего числа детей, которые у нас на сегодняшний день могли бы поехать в лагерь. Это связано с тем, что материально-техническая база лагерей устаревает, новых лагерей не строится. Требования к палаточным лагерям со стороны Роспотребнадзора очень высокие, поэтому пока расширить охват детей не удается. В среднем стоимость путевок составляет около 32 тысяч рублей. Размер возмещения из бюджета за одну путевку – 10 141 рубль. Добавлю, что в этом году, как и в прошлом, в лагерях республики будут отдыхать дети из Старобешева. Октябрьский район отметил свое 85-летие. Торжество состоялось в Театре имени Бестужева. А школьники и детсадовцы подготовили программу прямо на площади перед театром. На театральной площади Людно дети вместе с известными городскими ансамблями подготовили концерт для всех гостей юбилея. Пели песни, играли на музыкальных инструментах. Те, кто утомился под жарким солнцем, мог укрыться в здании театра, где молодые дарования исполняли классические произведения. Чуть позже начнется торжественное собрание общественности, которое соберет полный зал. Когда-то, 85 лет назад, пригородный район города Улан-Удэ насчитывал всего 15 тысяч жителей. А сегодня у нас 205 тысяч. И нам на радость каждый год маленьких Улан-Удэнсов, наших юных жителей, становится все больше и больше. То, каким Октябрьский район стал обустроенным, ухоженным, развитым, это заслуга всех вас. Заслуга многих поколений завутцев, октябрят. Буквально как на дрожжах за это время росли жилые кварталы, проспекты, бульвары. И я благодарю всех наших жителей Октябрьского района, всех горожан, которые дарят свою любовь и заботу для района и для города. Спасибо. 85 лет исторического пути, срок немалый. За этот период район прошел долгий и непростой путь, где мы с вами жили, учились, трудились, обретали опыт. Эти годы были периодом становления и укрепления всех сфер жизни нашего района. Сегодня Октябрьский район самый густонаселенный. И с каждым годом он растет. Я здесь родилась, мне 81 год, я здесь родилась, я выросла. И внучат у меня, и пробычат. У меня 11 пробычат, 6 внучат. Вон они у меня сидят, делают эти густонки. Мне нравится Октябрьский район. Наши октябрьские районы, всех лучшие. Скажите, пожалуйста, чем вам нравится Октябрьский район нашего города? Потому что я здесь живу и работаю. Очень прекрасный район. Какие места можете отметить для себя? Куда ходите отдыхать, может быть? Парк юбилейного, а также вот русский драматический театр. Очень нравится. А еще много скверов. Праздничные мероприятия длились несколько дней по всему Октябрьскому району, в домах культуры и на площадях. В честь юбилея жильцам вручали памятные подарки, дипломы и благодарственные письма. Барец и Дыбов Бату, Гармин, новости дня. В Бурятии в нынешнем году региональный маткапитал получили почти 680 семей. Из них 656 направили его на улучшение жилищных условий, а 22 семьи на получение образования детьми. На сегодня размер регионального маткапитала 65 281 рубль. Семьи могут использовать его на покупку бытовой техники, на приобретение или ремонт жилья, на покупку продуктивных животных для развития личного подсобного хозяйства. Добавлю, что ежегодно маткапитал получает около 2500 семей нашей республики. Прямо сейчас реклама, и вот что вас ждет во второй части выпуска. Начались изменения в районе, начали делать дороги, культурные объекты, объекты социального назначения. Погуляли на славу. Кяхтинскому району 100 лет. Когда у всех все хорошо, и мне тоже хорошо. В День России жителям Бурятии вручили государственные награды. Почетных званий и благодарностей удостоились сразу всемера. Весь июнь в салонах Видеооптика Плюс 20% скидки на все солнцезащитные очки. Лето. Скидки. Видеооптика Плюс. Ровные как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Удобство и комфорт. Приятный сервис. Квалифицированный персонал. Весь спектр хирургической помощи. Стационар в Академии здоровья. Как до лечения. Как отдых. Академия здоровья. Всегда вместе. Всегда рядом. Как создать в вашем доме еще один уютный уголок. Точно знает завод пластиковых окон компания Ялан Групп. Масса комфортных вариантов остекления ваших балконов. Теплое остекление, холодное остекление из алюминия. И наиболее популярное сейчас герметичное остекление. С такой установкой вашему балкону не страшна любая непогода. Сейчас по цене обычного остекления. Ялан Групп. Быстрый замер по телефону. Бурятия заняла третье место в Дальневосточном федеральном округе под темпом роста инвестиций. К таким выводам пришли во время заседания Совета округа, которое прошло под руководством полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Все подробности далее. На заседании Совета Дальневосточного федерального округа Юрий Трутнев отметил, что Дальний Восток остается лидером по привлечению инвестиций на душу населения. На сегодня объем средств, вложенных в проекты с государственной поддержкой, составил больше трех триллионов рублей. При этом создано 118 тысяч рабочих мест. Это в основном такие отрасли, как транспортировка и хранение, добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Мы практически в два раза по притоку инвестиций превышаем среднероссийские показатели. Я считаю, что это главная оценка, потому что, конечно, итоги инвестиционной привлекательности надо обсуждать по объему инвестиций, а не по каким-то другим критериям. В то же самое время есть целый ряд формальных процедур, которые можно делать быстрее. Глава Бурятии рассказал о состоянии инвестклимата в республике и реализации крупных проектов. По темпам роста инвестиций Бурятия по итогам прошлого года заняла третье место в ДФО и девятое по России. У нас уже есть проекты, которые реализованы только благодаря дальневосточным мерам поддержки. «Озерный ГОК» – это один из крупнейших инвестиционных проектов. «Резиденты ТОР» у нас успешно реализуют проекты. И сейчас мы движемся дальше. У нас основные направления – это, безусловно, добыча полезных ископаемых, это промышленное производство, это сельское хозяйство, это такие в виде логистики, проекты и так далее. Также на Совете обсудили подготовку к Восточному экономическому форуму. Одна из основных тем – сотрудничество с дружественными странами, вывоз нашей продукции и импорт зарубежный. Ася Касьянова, Новости дня. В Бурятии к концу года не останется ни одного долгостроя. Об этом заявили в Министерстве строительства и модернизации ЖКХ нашего региона. Какова обстановка на данный момент – расскажем в сюжете далее. Проблема долгостроев практически близка к завершению. С момента создания регионального фонда поддержки дольщиков в республике восстановили права почти 2000 участников долевого строительства. Государство выделило финансирование, а региону необходимо было решить, куда оно пойдет. Либо на завершение строительства дома, либо на компенсацию. Стороны договорились о том, что будут восстанавливаться права 18 объектов, у которых были пострадавшие граждане, участники долевого строительства. Из них по трем объектам публичная правая компания приняла решение о оплате компенсации гражданам, участникам долевого строительства. По 15 объектам было принято решение о завершении строительства. Из 15 объектов 14 у нас действительно введены в эксплуатацию. И остался один объект, это на проспекте строителей в составе двух блоксекций, 6 и 7, который должен быть введен в эксплуатацию нынче, в этом году. За пять месяцев текущего года исключили из проблемного списка три дома. Это 212-квартирный дом жилого комплекса «Проспект» на проспекте строителей 5А и три дома «Промгражданстроя» в 140-м А микрорайоне. Это было для того, что «Промгражданстрой» ими было решено все-таки сменить застройщика. У нас сейчас новый застройщик появился. И договора переуступки перешли к этому новому застройщику. Лед тронулся, и сейчас вот эти объекты, они ушли у нас из реестра проблемных объектов. На этот момент мы уже видим, дома возводятся. Один дом практически введен уже под крышу, на втором ведутся работы. И мы надеемся, уверены в этом, что до конца этого года объект ведется в эксплуатацию. В этом году Бурятия намерена исключить все свои дома из единого реестра проблемных объектов. Юлия Пермякова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня. Бурятия заняла 53-е место в рейтинге российских регионов по доступности приобретения жилья. За основу была взята типовая двухкомнатная квартира на вторичном рынке. Так, по данным РИА Новости, самые дешевые квадратные метры оказались в Магаданской области и Ненецком автономном округе. Для выплаты всей стоимости владельцам понадобится два с половиной года. В Севастополе на это уйдет 14 лет. В нашей республике, чтобы накопить на жилье, нужно почти 7 лет. По данным статистики, на сегодняшний день средняя стоимость жилья в Улан-Удэ составляет около 5 миллионов рублей. В Улан-Удэ ремонтируют внутриквартальные проезды. Работу ведут с помощью машины Бесема, которая позволяет оперативно латать большие ямы диаметром до метра, без разделки швов. Также ямочный ремонт проводят с применением горячего асфальта. С начала ямочного сезона дорожные бригады комбината по благоустройству залатали ямы на 18 миллиардальных проездах. Общий объем 1,4 тысячи квадратных метров. Это участки на улицах Комсомольская, Королева, Туполева, Тулаева, Шумятского, Краснофлотская, Микроэн-Аэропорт, улица Калашникова, Кулическая и Лебедева. Напомним, работы ведут силами комбината по благоустройству. Там сформирован штат из 16 человек для выполнения ямочного ремонта. Это 5 бригад. Задействовано 15 единиц техники и 4 единицы оборудования. Две бицемы, шовкозаливщик и каток. Также в нашем городе обновили 23 тысячи квадратных метров дорожной разметки. До выполнения плана текущего года осталось еще 3 тысячи квадратов. Нанесли краску на улицах Лимонова, Ботанической, Ключевской, Бабушкина, Сахьяновой, Боевой, Смолина и других. Со 2 мая дорожные бригады обновили 22,2 тысячи квадратных метров дорожной разметки. Ее нанесли на более 700 пешеходных переходов и на 90 участках обновили осевые линии. На нанесение дорожной разметки в бюджете этого года предусмотрено 17 миллионов рублей. Запланированный объем нанесения разметки на этот год 25,8 тысячи квадратных метров. Это пешеходные переходы и осевые линии. Работы по нанесению разметки ведутся ночью, чтобы не ограничивать движение днем. Для этого приобрели две специализированные машины «Шмель», краску и стеклошарики для отражения в ночное время. 17 июня наша столица отметит свой юбилей. Улан-Удэ исполнится 357 лет. Какую программу подготовили для горожан и ждать ли нам выступления российских звезд, расскажем далее. Как и в прошлом году, праздновать День города начнем на главной площади столицы. Там 17 июня в 11 утра стартует масштабное шествие коллективов организаций. Это будут костюмы, ростовые куклы и необычные повозки. Мы разделили по районам. Советский район пойдет по теме легенды нашего города. Железнодорожный район – энергия нашего города. И Октябрьский район – это пульс нашего города. Помимо этого, в прологовой части и финале выступят наши ведущие творческие коллективы, детские коллективы. Сразу после, а это примерно в три часа дня, горожанам предлагают отправиться на детский арт-праздник на Арбате. Там будут мастер-классы от художников и пленеры. На площади революции пройдет фестиваль Улан-Удэ «Настоящий». Выступят саксофонисты, лошкари и аккордеонисты. А в пять вечера на Арбате молодежный театр покажет перформанс. 16-18 июня в парке Орешково будет проходить ежегодный анимационный проект «Верхнеудинская ярмарка». В этом году у нас будет более 40 предпринимателей участвуют в этой ярмарке. Ярмарка будет разделена на зоны. Это будет фестиваль чая, выставка продажи национальных культурных центров, фудкорт, выставка продажи продукции пищевой перерабатывающей промышленности и сувенирная продукция. У нас в этом году будет квест-игра «Верхнеудинская гостеприимная». Любой желающий может быть по желанию получить задание и пройти эту игру на территории парка. Затем по окончанию игры, если он все прошел, все туры, все этапы, он получит приз от наших предпринимателей. В каждом парке проведут свои программы. Финалом праздника станет полуторачасовое шоу от театра «Байкал». В этом году федеральных артистов решили не приглашать, а дать площадку для общения со зрителем местным творческим коллективом. А вот насчет салюта решение пока не приняли. Ася Касьянова, Алексей Ромашов, Новости дня. А вот Кяхтинский район отметил свой столетний юбилей. В честь праздника торжественный концерт организовали на излюбленном месте гаража. Там же состоялись и спортивные игры. Из пограничного района наша съемочная группа. На южной границе праздник, столетний юбилей Кяхтинского района, отмечают с размахом. Здесь и парад всех поселений, и театрализованное представление, в котором раскрывают историю района, и выступления звезд бурятской эстрады. В качестве почетных гостей первые лица республики. Начались изменения в районе. Начали сделать дороги. Культурные объекты, объекты социального назначения. Дом культуры, я надеюсь, в этом году уже построят. В следующем году он откроет двери. И вообще Кяхта и меняется. Будет меняться и дальше. Кяхтинский район вместе с республикой Бурятия прошел многие этапы своего развития. Прошел долгий, трудный, но славный путь. И сегодня Кяхтинский район стабильно развивается. Имеет хорошие достижения в спорте, культуре, развитии образования, здравоохранения. Имеет хорошие показатели в экономике. Каждое село или поселение Кяхтинского района поставили свои шатры, где каждый смог посмотреть, чем славится та или иная деревня. Отведать различные блюда. Не забыли и о спорте. Волейбол, упражнения с гирей, стрельба из лука. Посетить. Праздник прибыл и председатель Илонуденского городского совета Чимид Бальженемаев. Мы показываем, что мы сплоченный народ, что вместе мы едины, и мы многого добьемся. И весь Кяхтинский район, соседних районов, жители приехали, выходцы из Кяхтинского района приехали и радуются сегодняшнему мероприятию, общаются. И столько награжденных было. Думаю, что так должны отмечать мои праздники. Отличившихся жителей Кяхтинского района отметили ценными подарками и благодарственными письмами. Гуляния продолжились до самого вечера. Баир Цедыпов Евгений Павлов. Новости дня. День России отметили 12 июня. Этот праздник знаменует начало новейшей истории государства. В столице Бурятии гуляли в каждом районе, но основное действие развернулось на площади Советов. Русские, буряты, татары, эвенки и десятки других представителей различных национальностей проживают в Бурятии. У каждой свой обычай, традиции, культура. Но объединяет нас то, что все мы часть большой страны. В День России на площади Советов прошел грандиозный концерт. День России объединяет людей, нашей многонациональной, многобиллионной страны высоким чувством безграничной любви к своей родине, высоким чувством принадлежности к великой державе. Каждый год ко Дню России организаторы готовят для зрителей яркую праздничную программу, не похожую на предыдущую. Однако неизменной остается одна процедура, которая тянется уже многие годы. Сегодня мы вручаем главный документ нашей страны, паспорта Российской Федерации нашим юным гражданам, которые, несмотря на свой возраст, уже создали опору для будущих побед нашей страны. Такой честью получению первого паспорта на главной сцене удостоились школьники, которые отличились в учебе, спорте, общественной и волонтерской работе. Я очень сильно волнуюсь, у меня незабываемое ощущение счастья того, что меня все-таки удостоили среди многих-многих школьников нашей республики. Для сочин зрителей на сцене выступили известные в Бурятии артисты Чингис Родная, Филена Шашина, Евгения Рейзвих. Специальным гостем стал участник СВО Андрей Касаченко. Он исполнил песню «Живи, Россия моя». Никогда не богат не спамя, священного огня. Мы будем бороться за твою свободу. Живи, Россия моя! Следующий большой концерт на площади Советов пройдет уже 17 июня. В субботу у ануденца отметят День города. Андрей Слепнев, Руслан Хороших. Новости дня. В День России жителям Бурятии вручили государственные награды. Почетных званий и благодарностей удостоились сразу семеро. Подробности далее. Почетных тружеников, волонтеров и служителей искусства честовали в правительстве Бурятии. Торжественные награды жителям вручил зампред правительства Всеволод Мохин и председатель народного хурала Владимир Павлов. За этим наградами кроется ваша ответственность, ваш патриотизм, ваша любовь к своему делу, к искусству, любовь к государственной работе, ответственность высокая. Сразу два участника получили почетные звания. Завкафедры БГСХ Дылгир Гармаев стал заслуженным работником сельского хозяйства России. Артистка нашего театра оперы и балета Белегма Ренчинова заслуженной артисткой. Сердечно-сосудистого хирурга Республиканской больницы Владимира Ильинова отметили благодарностью президента за заслуги в области здравоохранения. Владимиру Николаевичу доверяют проведение самых сложных высокотехнологичных операций. Наверное, как у каждого человека, после выполненной работы чувство удовлетворения. Для себя, для меня это такое чувство освобождения от какого-то сложной задачи, которую надо будет выполнить. Когда у всех все хорошо, и мне тоже хорошо. Три жителя Бурятии удостоились благодарности председателя Совета Федерации и Федерального собрания. Атаман улангленского казачьего общества «Верхнеудинская станица» Денис Леонов отмечен благодарностью председателя Совета Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную и благотворительную деятельность. Такой же благодарностью поощрили Наталью Коробенкову, волонтера и активистку организации «Женщины Бурятии». Мария Латышева, Евгений Павлов, Новости дня. А у жителей микрорайона «Новый зеленый» накануне был двойной праздник. Они отмечали День России и открытие спортивной площадки после реконструкции. Как она изменилась, расскажем далее. Команде напомним нас, физкульт, привет! Команде напомним вас, физкульт, привет! Три команды и первые соревнования на обновленном поле. Около пяти лет назад в микрорайоне «Новый зеленый» построили этот мини-стадион. Но покрытия тут не было. Это поле было, конечно, все в камнях, все. Они бедные разбивали коленки, плакали, все было. Но вот я написала письмо Михаилу Генисовичу, да, что вот нам нужно вот это покрытие. И он откликнулся, и пожалуйста, в этом году у нас покрытие. Я тренируюсь футболом с девяти лет, играю в клубе «Локомотива». Здесь раньше играли на песке, а сейчас постелили резину. Здесь очень классно, играем каждый день. Работы по благоустройству здесь продолжат. В этом году выделили деньги и средства на развитие общественной инструктуры. Через Народный Урал пробили около двух миллионов рублей. Покрыли резинным покрытием. Ну и в будущем, конечно, надо заменить еще ограждение. Экономия средств произошла где-то в районе 300-350 тысяч рублей. На эти средства мы с помощью администрации района, наверное, подремонтируем то, что сейчас инструктурные деньги остались. На 350 тысяч отремонтируем прилегающую территорию. Пока шел футбольный матч, местных малышей развлекал аниматор. Так тут встретили День России, а после все получили сладкие призы. В следующем году Михаил Гиргенов планирует взяться за старое поле в микрорайоне Солнечный, а еще власти рассматривают вопрос строительства школы на Большом пустыре возле детсада «Мандаринка». Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня. Более 150 самбистов из 22 регионов России приняли участие в турнире памяти героя-пограничника Николая Петрова. Соревнования проходили в физкультурно-спортивном комплексе. Первый турнир по самбу памяти Николая Петрова, героя-пограничника, состоялся в 1976 году. Спустя 40 лет соревнования обрели статус всероссийских, что позволяет спортсменам получить звание мастера спорта. Поэтому победа здесь важна, да и участников с каждым годом все больше. Друзья, наш город Улан-Удэ уже по праву можно называть одной из спортивных столиц Сибири и Дальнего Востока. В наших спортивных залах, сменяя друг друга, один за другим проходят чемпионаты, кубки, соревнования. И сегодня я рад вместе с вами открыть соревнования всероссийского уровня по самбо. Памяти нашего земляка, уроженца города Улан-Удэ Николая Петрова. Он посвятил свою жизнь защите Родине. А от вас, уважаемые участники, спортсмены, мы ждем красивых схваток. Уверен, что они действительно будут яркими, впечатляющими. Судьи справедливыми и зрители получат яркие эмоции. Броски, болевые, удушающие. Все это делает самбо зрелищным видом спорта. И спортсмены в очередной раз это доказали. Тем более, что бурятские самбисты – постоянные участники сборной России. Бурятская школа самбо – одна из лучших школ в России. У нас были периоды, когда сборная команда страны на 50 или на 80% состоялась бурятских спортсменов. Один раз, по-моему, в 2007 году мы ездили на чемпионат Европы. Из девяти весовых категорий 8 спортсменов были из Бурятии. То есть это традиционно сильная школа. Бурятские спортсмены постоянно находятся в составе сборной команды России и отлично выступают на международном уровне. Бурятию представили около 50 спортсменов. Большинство из них показало свое превосходство на коврах. Победители турнира представят свой регион на чемпионате России. Бояр Цедыпов, Сергей Петров. Новости дня. Не переключайтесь. В 20.10 на ТВ-коме программа «Хроника Восточной Сибири» это документальные кадры, созданные руками талантливых операторов, которые сохранили для потомков все значимые исторические события нашего региона. В проекте о известных личностях, героях будничной жизни и не только. Таким был этот выпуск, а я напомню его главные темы. Мощный пожар на севере Бурятии. С огнем боролись двое суток. Таксимо ничего не угрожает. Убийство. Снова сбили ребенка. И девушка выпала из окна. Все ЧП показали вам в горячей линии. К концу года в Бурятии не будет ни одного долгостроя, обещают в Министерстве строительства и ЖКХ Республики. А я напоминаю, наши новости вы всегда можете найти на сайте телеканала, ВКонтакте, в Телеграме или в мобильном приложении. На этом я, Мария Латышева, с вами прощаюсь. И как всегда желаю только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Женская красота, расширяющий пространство до размеров Вселенной, Линия неба, натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова